Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема это праздник Тубишват. Праздник Тубишват является праздником очень новым. И он был создан в 16 веке таким великим каббалистом Ицхак Лурия, который зовут Аризаль. И он этим очень сильно отличается от других праздников Израиля. Как вы все знаете, конечно, есть праздники Истары, которые, которым там 3,5 тысячи лет, которые в Тарепесах, Шавот, Сухот, Шашанай, Йомкифур. Есть праздники, установленные мудрецами, например, Ханука и Пуим. И Ханука, скажем, такой последний из этих дней, он установлен в 3 веке до новой эры, в 4 даже. А праздник Тубишват совсем-совсем новый на этом фоне. То есть в основном праздником 2,5-3 тысячи лет, а празднику Тубишват всего меньше 500. Есть еще один такой праздник, Лагбаомер. Второй такой праздник. То есть Аризаль Ицхак Лурия, который жил в Тсваке и был главным каббалистом 16 века, изменившим каббалу, изменившим вообще все еврейское мировоззрение, он установил 2 новых праздника. Просто сам решил, установил, его группа это праздники приняла, и они разошлись по всему народу. То есть весь народ принял вот эти два праздника. Почему он эти праздники установил и зачем? Значит, что такое 16 век в еврейской истории? Мы сказали, что Аризаль жил в городе Цфат. А в городе Цфат как раз еврейская община возникла, сильная община в 16 веке. 16 век – это такой очень переломный период еврейской истории. До него, прямо накануне 16 века, произошло изгнание евреев из Испании и из Португалии. То есть была разрушена самая большая еврейская община, которая самая главная еврейская община диаспоры. Испанская община была уничтожена. Евреи должны были уехать из Испании. Часть коестилась, часть погибла, большинство уехало. То есть было ощущение полной катастрофы. То есть они воспринимали разрушение еврейской общины Испании, из изгнания из Испании, примерно как мы воспринимаем катастрофу Второй мировой войны. Вот во Вторую мировую войну погибла самая главная еврейская община, которая была в диаспоре. Это община Польши. Польша, стоян вокруг нее, это был самый центр еврейской жизни. Польша, Литва. И вот именно эта община была вся совершенно уничтожена Второй мировой войну. И точно так же, как мы воспринимаем Вторую мировую войну, в этом смысле, то есть здесь погибло больше людей, чем, разумеется, при изнании из Испании, но для современников масштаб был сопоставимый. То есть они ощущали, что огромное число людей погибло, самая лучшая община была уничтожена, полное разрушение. И тут как раз сразу после этого турки в 1517 году захватили страну Израиля и разрешили евреям начать возвращаться. И вот с этого момента началось возрождение еврейских общин страны Израиля. То есть сразу после катастрофы начинается восстановление еврейской жизни в Израиле. Известна история, что... Ну, вообще, почему турки... Почему, собственно, турки приглашали евреев? Турки был относительно маленький народ. Ну, он большой, конечно, но относительно страны он был своей маленький, который захватил огромные территории. Турецкую империю входил вся Малая Азия и Балканский полуостров, и вся Северная Африка, и вся Аравия. То есть огромных размеров империя турецкая. И эта огромная турецкая империя, конечно, турки вовсе ее не всю заселяли. Они ее руководили. Они были воинами. А им нужно было, чтобы кто-то был, кто помогает управлять местным населением, кто помогает держать государство, кто может быть управляющим слоем. И точно так же, как поляки. Это абсолютно аналогичная история, потому что поляки в свое время тоже захватили огромную территорию. Польша простиялась от Балтийского до Черного моря. Знаете, да, конечно, речь посполита. И поляки завоевали Украину и еще там другие окрестные территории. И они этим управляли. Им тоже нужны были евреи в качестве такого помощника в управлении. Поэтому так же, как Польша в свое время приглашала евреев, кстати, в том же 16 веке, так и Турецкая империя приглашала евреев. И султан Турции говорил, что какой дурак король Испании выгоняет подходящее население и посылает его ко мне. Потому что евреи, с одной стороны, они чужды местному населению, поэтому умеют считать, умеют читать, писать, умеют управлять, умеют вести дела. И они точно будут на стороне завоевателей, а не на стороне покоренного населения. Потому что в любом восстании, соответственно, оно будет по евреям бить, значит, та же, как и по властвующей группе. То, что было там, например, тот же Бардан Хмельицкий на Украине, он уничтожал поляков, ну и евреев заодно. И поэтому евреи были на стороне поляков, потому что это было единственное, кто мог их защитить в Украине. Соответственно, в Турции точно так же евреи были на стороне турок и были лояльны именно турецкой власти. Вот такая вот прослойка населения была для турок очень-очень разумна. И поэтому турецкий султан без ограничений принимал евреев, беженцев из Испании, разрешал сохранять религию, обычаи. Пожалуйста, значит, только живите, работайте и, значит, помогайте казне, платите налоги и все хорошо. И, конечно, у турок были свои резоны, естественно, для этого, но по факту евреи смогли получить убежище после изгнания из Испании. И огромное большинство именно изгнанников из Испании поехало в Турецкую империю и, в частности, в Палестину, в страну Израиля, потому что страна Израиля с 1517 года была частью Турецкой империи. 1517. Изгнание из Испании – это 1492-й. Через 20 лет после этого возникла возможность поезжать в страну Израиля. И поэтому население еврейской страны Израиля стало резко увеличиваться. И не только оно стало увеличиваться, но и центры религии, религиозные центры учености все переехали в страну Израиля. И именно тогда образовалась огромная община в Цвате. Цват стоит около горы Мирон, как вы знаете. И там протекает река, речка такая под Цватом, которая очень удобна, чтобы на ней построить водяные мельницы всякие. И там было развито крошение тканей, вот эти вот, как бы, вода каутила эти самые мельницы. И там, соответственно, был такой технологический центр. И, соответственно, Цват стал центром, кто закупал ткани с Востока, их там красил, обрабатывал и продавал назад. И поэтому Цват стал очень развитым городом. И именно там возникла очень важная община, которая создала огромную роль в истории еврейского народа. Цватская каблетническая община 16 века. Так получилось, что туда съехались в это время все самые-самые главные мудрецы Израиля. В частности, Иосиф Каро, который написал Шоуханайух, жил в Цвате, Аризаль жил в Цвате, Кэрдавера, и многие-многие еще другие самые-самые выдающиеся раввины и кабалисты, особенно кабалисты, все собрались в Цвате. И Цват стал самым главным центром. Цват даже хотел одно время восстановить смеху, то есть восстановить такое настоящее авинское лукоположение, которое было во времена Талмуда, а потом пропало. Потому что сегодняшняя раввинская смеха, она просто диплом. А был такой специальный как бы сангидыин, уровень сангидыина смеха, которую Цват пропала после времен Талмуда, и Цват хотел это восстановить. Он не смог это сделать, но сама попытка восстановить смеху показывает, что они себя ощущали просто самым главным центром всей еврейской жизни. И вот в этот центр еврейской жизни, в котором собрались самые главные учителя и самые главные каббалисты, приехал молодой человек по имени Ицхаклурия. И он как бы приехал учиться у этих каббалистов. Но через очень короткое время, через несколько месяцев, они сказали, что ему нечему у них учиться, а наоборот они все будут у него учиться. Поступили к нему все ученики, и он стал совершенно молодой человек, ему там было 30 с небольшим, он стал главным каббалистом Цвата, все остальные стали его учениками, а через полтора года он умер. То есть он только полтора года руководил вот этой общиной Цвата. Но за эти полтора года он полностью изменил всю каббалу. То есть он совершенно все пересматривал, совершенно по-другому построил каббалистическую картину мира не так, как раньше, и после него вся каббала идет по его линии. То есть каббала Ари, то есть луреанская каббала, другой как бы уже почти не бывает. Есть там небольшие кусочки в еврейской традиции сегодня другой каббалы, но в основном вся, так сказать, 90 или там 99 процентов каббалы идет по Аризалю. И кроме того, как я сказал, он установил два праздника. Праздник Лагбаомер и праздник Тубишвад. Теперь, в чем состояло то изменение каббалы, которое он сделал? Значит, до этого каббала была в Испании в основном развита, и этот период каббалы с 1200 до 1500 год называется период испанской каббалы. А в середине 16 века, в 1550, соответственно, Ари перестроил всю эту каббалу на совершенно новую картину. В чем заключалось отличие? Что такого он изменил по сравнению с прежним? Значит, каббала испанская была каббалой статической. Она описывала устройство высших миров и как человек может соответственно соединяться с этими высшими мирами, как-то контактировать с высшими мирами на основе каббалистических всевозможных вещей. Но картина наверху была статической, а Ари Ицхак-Лурия заменил ее на картину динамическую. То есть до этого было описание как устроены высшие миры. А у Ари стало не описание как они устроены, а как они возникли, как они развивались, как они функционируют в динамике. То есть вместо статической каббалы испанской стала динамическая каббала Аризали, которая развивающаяся. И тогда центром центральной и как бы центральное место в этой каббале заняли не просто сами Сферот, не просто устроенство высшего мира, а процесс развития Сферот, процесс функционирования Сферот, то, что называется Шверат Келим, то есть такая мировая катастрофа разбития сосудов. Потом то, что называется Текун, то есть исправление этого. И это стало каббала, который описывает катастрофу изгнания и возвращения. То есть он как бы в каббалистических понятиях дал истолкование еврейской истории, а не только устройство высших миров. Все каббалисты Сферот в свое время сказали, что почему они поступают к нему в ученики, а не он у них учится, потому что они каббалу знают, потому что они ее учили, а он ее знает, то, что он ее видит. То есть они сказали, что он видит эти миры, и поэтому их просто описывает, как они устроены, как они функционируют. То, что они выучили, он умел видеть. И поэтому, соответственно, они все признали его авторитет. Теперь, почему эта каббала Ари появилась именно в это время, а не раньше или позже? В область, в истории западной цивилизации, в истории Европы, 16 век это переход от средневековья к новому времени. Чем главным характеризовалось средневековье. Главное для средневековья было постоянство, статика. Человек жил в одном и том же доме всю жизнь. Человек относился, вот он родился в определенном доме, вот в этом же доме родились его дедушка и бабушка, и в этом же доме будут жить его внуки. У него есть некоторое место, он относится к некому там, бильге, или цеху, городу, он, вот его место на земле, оно никуда не сдвигается, оно постоянно. Расти можно только вверх, вбок и расти нельзя. Ну, например, там, гильдия, что делала средневековая гильдия? Это же не был просто профсоюз в сегодняшнем понимании, а это было ограничение на профессию только для членов вот этих вот семей. И передавалось оно по наследству. Если ты родился в семье там мастера там, допустим, по металлу, то ты будешь мастером по металлу. И вот как ты родился, предопределена вся твоя жизнь дальнейшая, вся твоя профессия и все, что с тобой будет. И вот это вот постоянство, оно очень важно для средневековья. Средневековье, оно выражается, например, даже, скажем, в архитектуре, да, вот, готическая архитектура средневековья, она и устремлена ввысь. Город зажат своими стенами и может расти только наверх. Человек на своем месте, он никуда сдвинуться с этого места не может, он может только расти по направлению к небу. И поэтому все продвижение, оно только по направлению к небу, но не вбок, не изменение ситуации, а просто как бы духовное совершенствование, но на твоем месте, никуда не двигаясь, ничего не меняется. А новое время, оно устроено совершенно наоборот, совершенно иначе. Наоборот, вся суть как бы нового времени это изменение, изменение жизни, изменение условий, изменение мыслей. Вообще, средневековье как бы умерло, потому что его убили три вещи. Во-первых, книгопечатание, во-вторых, религия и географические открытия, и в-третьих, протестантизм. То есть, что сделало книгопечатание? книгопечатание обеспечило очень быструю передачу новых идей. Если до этого, чтобы была новая идея, нужно было идею создать, потом ее написать, потом это получало какое-то признание, церковь это как-то одобряло, авторитеты это одобряли, и это постепенно, постепенно, очень долго, очень медленно распространялось. И можно было в такой системе распространяются только те идеи, которые признаны властью, например, религиозной властью. Если церковь идею одобряет, то она будет постепенно распространяться. Если церковь идею не одобряет, она этого человека арестует и казнит, и все, и никакой его идеи не распространится. И поэтому идеи, они постоянные. Главная опора, это опора на авторитеты. Чтобы что-то утверждать, сослаться на предыдущих авторитетов. И тогда, соответственно, этот человек является признанным членом общества. А новое не может в этой системе возникнуть, потому что скорость передачи информации очень маленькая. То есть, то, что для нас интернет, для них было книгопечатание. Для нас интернет совершенно изменил всю систему передачи информации. Если можно мгновенно переписываться с человеком или разговаривать на другой стороне земного шара, и можно отправлять любые тексты, документы, то человек придумывает что-то и тут же начинает писать в блоге, и тут же все его могут читать. Такого еще не было до такой степени, но все равно книгопечатание все изменило. И как то, как книгопечатание возникло, то очень быстро после этого появился протестантизм. то есть, то есть, Лютер провозгласил в 1517 году, по-моему, совершенно новый подход к религии, который шел в полное противоречие с тем, что утверждала церковь. Католич он сам был священником, но он занимал позицию несогласную с начальством, вот, но он написал свои эти тезисы, прибил, значит, к дверям своей церкви, эти тезисы написали, отнесли в ближайшую типографию, и через две недели вся Германия могла читать эти тезисы. И как только вся Германия прочитала, церковь еще не успела отреагировать. За две недели это все прочитали, и тут же у нее нашлись покровители, тут же нашлись люди, имеющие власть, которые увидели, что это им подходит, там, по разным идеям, идеологически, или политически, или как угодно, все ему дали защиту, и он сохранился. То есть, идеи эти высказывались раньше, только тот, кто раньше эти идеи высказывались, его успевали казнить раньше, чем он, его идея распространяться. А поскольку, значит, у Лютера была типография рядышком, то его идеи успели распространяться раньше, чем церковь успела его казнить. И, соответственно, возник протестантизм. И как только возник протестантизм, тут же разрушилась вся предыдущая стабильность. Потому что, если предыдущая стабильность основывалась на том, что религия это вещь стабильная, которая никуда не может деться, которая всегда постоянно, то теперь, оказывается, есть два варианта, есть католицизм, есть протестантизм, а протестантизм еще куча разных направлений, и каждый человек, в общем, может выбирать, куда ему идти. И это совершенно какие-то абсолютно новые горизонты. Можно идти, в любом направлении. И это убило Средневековье. И еще в дополнение к этому великие географические открытия, открытие Америки, как вы, конечно, хорошо знаете, произошло в том же году, как изгнание евреев из Испании, в 1392, и все, если есть новый свет, туда можно поехать. И можно туда поехать, и вся-вся-вся предыдущая жизнь все убирается, все снимается, все абсолютно новое. Все, ты переехал на Марс, и у тебя на Марсе уже никакой нет, ни Земли нет, ни прежних там границ нет, ни прежних споров нет, ни прежних конфликтов нет. Есть совершенно новый Марс с прекрасной атмосферой, землей, земледелием и всеми условиями, и ты там прекрасно совершенно себе строишь абсолютно новую жизнь, просто ну совсем никак не связанно с тем, кем ты был, какое ты положение занимал, в каком ты городе жил, и кто ты был по профессии, все абсолютно забыло. то есть, вот эти великие географические открытия, книгопечатание и протестантизм убили эту статику. И началось поэтому новое время, и началась динамика. И все стало очень-очень-очень быстро меняться. И мир стал жить теперь не в идее постоянства, а в идее развития. и архитектура теперь стала не ввысь, а вширь. И все восприятие человека нового времени стало не как сохраниться, не за место, а где ему найти новое место в мире и куда ему измениться. И вот к этому изменяющемуся миру очень-очень подходило новое понимание кабалы. Если сферот теперь не статически, а динамические, они не постоянные, а они развивающиеся. Есть процесс. И вот этот процесс, он и процесс космический, и процесс исторический. Это и космический, в смысле, что происходило с сферот при сотворении мира, и как они разбились, и как они чинятся, и процессы как бы начала творения мира, самосокращения божественного света и все, что к этому относится. То есть, такие космические процессы, за пределами нашей жизни, но они все отражаются на нашей жизни, они все отражаются в истории. Так же, как есть изгнание и восстановление в высших мира, так есть изгнание и возвращение в нашем мире. и поэтому каббала стала соответствовать ходу исторического процесса. То есть, в средневековье вообще нет такой вещи, как ход исторического процесса, потому что, в общем, ничего поменяться не может. Как оно есть, так оно и будет всегда. А исторический процесс состоит в том, что было одно, а теперь будет совсем другое. И все поменяется. В средневековье, конечно, мог один там герцог захватить земли другого герцога, или там короля, или кто-то основать королевство, или расширяться, или сокращаться, но для простых жителей это было абсолютно несущественно. Город платил налоги, а какому будет королю герцогу платить налоги, в общем-то, было одно и то же. Все не важно было национальности этого короля или герцога, вся элита Европы, она, в общем, одной национальности более-менее. Он вовсе не должен был их народа, он был просто... Ну, есть граждане, есть крестьяне, есть рыцари, есть, значит, там, короли-герцоги, но каждый занимает свое место, и поэтому какой там король или герцог владеет этим городом, это, в общем, не так существенно для граждан. Это не то, что у нас сегодня, в какой стране человек живет, потому что, в общем-то, порядки более-менее всюду одинаковые, все одно и то же совершенно, а просто к тому, кому конкретно будут идти твои, так сказать, податели, да, даже налоги это нельзя назвать, сборы, вот, а все всегда одно и то же. А тут теперь все стало изменяться, и исторический процесс, и теперь все может поменяться для еврейского народа тоже. И поэтому Аризаль, вот вся эта эпоха, весь 16 век, Ицфат, это было ощущение, что голод кончается, и начинается деула, начинается избавление, начинается возвращение евреев в свою страну, потому что с одной стороны разрушена самая большая страна Галута, ну, точнее, не страна, еврейская община, имел в виду, самая большая еврейская община диаспоры, испанская, с другой стороны, евреям теперь после многих сотен лет разрешается вернуться, ну, раньше это было очень сложно, крестоносцы вообще изгоняли евреев всех из страны Израиля, после крестоносцев были разные проблемы, а вот когда пришли турки, то все стало хорошо, и все можно было теперь возвращаться, и с одной стороны разрушение диаспоры, с другой стороны восстановление Израиля, и явный уже как бы так рост еврейского населения, и центры учености перемещаются в Израиль, и у них было совершенно однозначное ощущение, что вот она пошла деула, пошло мессианское освобождение. И в этой ситуации, когда пошло мессианское освобождение, теперь, кстати, вопрос, было ли это ощущение правильным или неправильным? С одной стороны, до создания еврейского государства еще 400 лет, да, от 1517 до 1917 ровно 400 лет власти турок в стране Израиля, да, и потом еще от Аризали, то есть до создания государства прошло 400 лет. Поэтому, как бы, это не сразу, но с другой стороны, именно с этого момента начинается непрерывный рост еврейского населения. Уже не было таких обломов и таких изгнаний, какие до этого были с крестоносцами, когда евреев совсем изгоняли. Уже с этого момента, это хотя было маленькое еще глупо, но с нее уже начался непрерывный рост. Поэтому нельзя сказать, что их ощущение было неправильным. Оно было правильным, только процесс очень долгий. Так вот, Аризаль считал, что поскольку началась процесс Дюлы и начался процесс возвращения евреев в свою страну, то нужно поддержать этот процесс изменением изучения Тары. Что есть Тара изгнания и есть Тара возвращения. И вот Тарой возвращения является Каббала. То есть, он ощущал, что нужно Каббалу так трансформировать, чтобы она заняла гораздо более широкое место в еврейском народе, гораздо более широкое место в еврейском учении, потому что процесс физического возвращения должен быть поддержан на духовном уровне вот этим изменением учения. и поэтому та Каббала, которую он как бы сформировал, так как он ее перестылал, она именно и подходила для этого процесса Диулы, она давала параллельный процесс, как бы метафизический процесс мета-истории на уровне высших миров параллелен процессу реальной истории в нашем мире. И действительно, с этого времени Каббала начала распространяться гораздо более широко. потому что Каббала испанская, она была, там было очень много мудрецов Каббалы, но все-таки это была вещь очень сильно для избранных. И простой человек все-таки это не учил в Испании. А после Аризаля Каббала стала распространяться очень широко и повсеместно. Это не прошло гладко, это прошло с проблемами. Через сто лет после Аризаля началась Саббатянская ересь, то есть когда Каббала была использована для еретического учения, которое чуть не уничтожило вообще еврейский мир, поэтому тоже было, вовсе это не было легко и просто, это было своими проблемами, но тем не менее Каббала стала распространяться и все больше людей в нее вовлекалось, после этого уже хасидизм пришел через некоторое время, когда вообще начал все-таки широко использовать Каббалу, но общее направление было Аризаля, вот этот общий вектор был им изменен. Вместо Каббалы для суперизбранных она стала Каббалой для более-менее широкого народа, то есть вот эта его идея Аризаля, что Каббала это Тара Геулы, то есть это такое изучение Тары, которое параллельно процессу Геулы, оно действительно сработало, оно широко распространилось и в Каббале действительно, особенно в Каббале Аризаля, Геула занимает совершенно другое место, чем раньше, потому что по сути дела, если мы посмотрим на письменную Тару и на устную Тару, то Геулы в них совсем немного. Понимаете такую фразу? Ну вот например, открываем мы Тару в пятикнижах, читаем мы книгу Тары, где там вообще такая вещь как Геула? То есть там есть конечно немножко, если будете плохо себя вести, то вас изгонят, потом вы вернетесь, но это вот малюсенький кусочек. Выход из Египта, да, но он уже прошел выход из Египта, а в дальнейшем, это верно, выход из Египта, это Геула, но нет дальнейшего, окей, мы вышли из Египта, а дальше мы опять в изгнании, и как же мы будем возвращаться? Как это произойдет? То есть никакого, хоть сколько-нибудь установки на вот это возвращение, ее почти чуть-чуть есть, есть чуть-чуть, но очень мало. вход в землю Израиля это тоже Геула? Да, но это уже в прошлом, а мы же говорим о том, что Геула должна быть в будущем, ну хорошо, было в прошлом, все, мы пришли в страну Израиля, а потом мы стали плохо себя вести, нас выгнали, ну и что дальше? Все, закончилось, теперь мы в изгнании. Действительно написано в книге, там в Таизаконе, в конце, есть что вы вернетесь, но этому уделено очень мало места. В основном мы читаем Тару, там совсем не про это. Там есть описание истории Вейска Народов в прошлом, а не в будущем, и там есть заповеди, как нужно жить, как нужно в стране Израиля жить, это все есть, но процесса изгнания и возвращения подробным нету. Значит, и это вопрос не случайный, почему вообще в Таре нет Геулы, в таком серьезном смысле, будущей Геулы? Я делал такую вставочку, сейчас я небольшую вставку сделаю, а потом я вернусь к какому нормальному изложению, потому что это кусочек вставочный, он очень сложный. Раф Кук объясняет это следующим образом, что когда душа, когда Адам решен, мысли Адам в Эденском саду, он взял дерево познания добра и зла, то у него в душе разделились Анова и Хуцпа. То есть чувство смирения и чувство нахальства они разошлись и стали противоположностями. После чего вся Анова, то есть все смирение ушло в Моисея, а вся Хуцпа в Мошеха. То есть Моисей он самый смиренный человек из всех, которые на земле, говорит нам книга Бамидбар чисел. Прекрасно, да, но Мошех он вовсе не смиренный. Мошех должен быть нахальным. И это очень важное свойство Мошеха, о котором говорит Талмуд, что времена Мошеха рулит Хуцпа а не Анова. Поэтому Моше он рабейну, то есть он учитель. Что такое учитель? Учитель он смотрит на меня следующим образом. Я знаю, а ученики не знают. Моя задача учеников научить. Я им передаю от того, что у меня есть. И пусть они смиренно слушают и воспринимают то, что я им говорю, а иначе они никогда не научатся. Поэтому ученики должны быть смиренные, ученики должны слушать, а не выпендриваться и не возражать. Они должны принимать. И это стиль Моисея. Моисей совершенно не думает, что люди ему должны возражать, спорить. Они должны слушать, понимать, принимать. Когда они начинают протестовать, то Моисей вообще иногда не знает, что делать. Они просят мяса. А что с ними вообще делать? Если они выступают против, вообще, идолы делают, ну хорошо, мы казним. А если они просят мяса, вроде ничего такого они не нарушают. жена хальства, им сказали, вот вам манна. А они здесь почему-то мясо захотели. Ну что это такое? И что делать? Моисей не знает. Он говорит Богу, что я буду с ними общаться, что я не знаю, что в этом случае делать. Потому что Моисей он учитель. И вот это вот качество учителя, оно связано с категорией анова. Он сам смиренный по отношению к Всевышнему, а ученики должны быть смиренны по отношению к нему. И поэтому Моисей, как это не странно звучит, он лидер рабов. То есть он хорошо управляется с тем поколением, которые рабы, которые вышли из Египта. И фактически ведь что такое восприятие раба? Он должен подчиняться. Он хочет, что хочет раб? Он хочет хорошего хозяина. который будет о нем заботиться, который будет ему обеспечивать то, что ему нужно. И за таким хозяином он пойдет. Он вовсе не сам думает, он вовсе не сам решает. Он совершенно не предполагает, что он должен сам решать. Он хочет, чтобы хозяин был хорошим. Авраам нет. Ни в коем случае. Авраам был совсем не таким. Авраам постоянно спорил с Богом по каждому поводу. Авраам нет. Авраам подчинялся иногда, а в основном он выступал против. Бог ему говорит что-нибудь, Авраам говорит, а с какой стати, а почему это так? И спорит с Богом в самых, что не есть, жестких выражениях. Поэтому все наши праотцы отнюдь не были смиренными совершенно. У них совершенно дуги качества. А вот Моисей у него качество смирения. И это потому, что он вырос в системе, которая рабовладельческая. Что такое рабовладельческая система? Она же накладывается печаток и на того, кто подчиняется, и на того, кто управляет Иобами. Моисей вырос воспитанным в доме фараона, и там его учили управлять директивно, приказания отдавать. Конечно, чтобы об их хорошо себя вели, нужно о них заботиться, разумеется. Поэтому не то, что он плохо относится, не то, что он не любит еврейский народ, но это и есть отношение хозяина к тем, кто должен подчиниться. Солдаты. Про солдаты. Как относится генерал к солдатам? Он, конечно, о них заботится, но он ими управляет. Генерал отнюдь не думает, что солдаты должны, что он должен обсуждать с солдатами свои военные планы. И вот это и есть. Он генерал, а не солдаты, подчиненные. И это подход Моисея. Он подходит к поколению, которое вышло из Египта. И оно уже не подходит к поколению, которое прошло через пустыню. И поэтому там у него конфликт, кризис, он бьет по скале, когда нужно поговорить со скалой. Потому что он не умеет разговариваться, он умеет приказывать. И поэтому Моисей, он такой человек директивный. Он в законе Моисей меняется. Но основу его директивность составляет. А Машиах это совсем другая вещь. Машиах управляет свободными людьми. Он лидер свободных людей. И это совсем другой тип лидерства. Это ситуация, когда каждый имеет свое мнение. Когда каждый не согласен со всеми остальными, он сам решает, как вообще надо. И он ждет от лидера, чтобы лидер реализовал ту программу, которую он считает правильной. А вовсе не чтобы лидер ему указывал, как правильно жить. Это он будет решать, как правильно жить, а лидер ему нужен для того, чтобы он это смог реализовать. и это Машиах. Поэтому Машиах это лидия совсем-совсем-совсем другого типа. Это лидия, сколько вообще хуцпа, какое нахальство. Нахальство это когда человек сам решает, что надо. Смирение это когда есть авторитет, я слушаюсь авторитета, он сказал, я делаю. Это смирение. А нахальство это, ну мало ли, что он сказал, я сам не хуже него знаю, почему я должен его слушать. И поколение Машиаха это поколение нахалов, а вовсе не смиренных. Поэтому сказано в Танахе, что во времена Машиаха не будет один человек учить другого, каждый будет понимать все из самого себя. То есть, уже нет таких отношений, не то, что я не могу от кого-то что-то узнать, я могу узнать, но он мне не учитель, он мне советчик, я пришел к нему посоветоваться, мне интересно его послушать. Но я сам решаю, что хочу брать, а что не хочу, что мне надо, а что не надо. Это не он решает, это я у него беру. И вот это поколение нахалов. Так вот, таким же должен быть Машиах. И вся история человечества это путь от смирения Моисея к нахальству Машиаха. Поэтому Моисей Машиахом быть не может. Поэтому Моисей не может войти в страну Израиля. Но именно поэтому в Таре нет геулы. Моисей не может описать такую ситуацию. Понятно. Это было отступление на тему Моисея и Машиаха. Возвращаемся мы к Тубешвату. Да. Так вот, Аризаль, как я уже сказал, значит, он с одной стороны распространил Кабалу, а вот что я начал. Я помню, на какой Моисе остановился. Я сказал, что в Таре нет фактически Машиаха. В письменной Таре. Очень мало. У пророков есть описание времен Машиаха, но оно занимает в целом маленькое место. В устной Таре тоже нет Машиаха. Что такое устная Тара? Устная Тара это как нам соблюдать заповеди. Если мясная ложка попала в молочную кастрюлю, то чего делать? Если вдруг изобрели новый, не знаю там новый процесс, который называется электричество, то можно ли его включать в субботу? Если возникла вдруг вопрос, например, там были велосипеды или там и так далее. Например, скажем, чтобы был пример про средние века. Евреи жили одним образом в Вавилоне, была одна структура социума. Приехали евреи в Западную Европу и попали в города. А в городе совсем другая структура социума. Там Магдебургское право, там демократия в городе, горожане выбирают свое начальство, евреи стали выбирать свое начальство. И стала совершенно другая структура еврейской общины, все было переделано. Но во всех случаях вся устная тара это вещь реактивная, а не проактивная. Вся устная тара по своей сути реагирует на новые возникшие проблемы. Проблема пришла, и как мне ее решить? Вот что такое устная тара. Есть суббота, есть кашиут, есть разные заповеди, и как же нам сделать эти заповеди в новых условиях? Но всегда сначала условия, а потом как мы в них выполняем заповеди? То есть вся устная тара направлена на то, как нам соблюдать заповеди, как нам идти по линии тары в тех условиях, которые возникли. Да, медляш это тоже устная тара. Сейчас я по медляше объясню. Но суть в этом смысле главная часть устной тары это галаха. Медляш в смысле агада это относительно маленькая часть устной тары. Абсолютно доминирующая часть устной тары это галаха. И вся галаха она всегда реактивная. То есть сначала возникла ситуация, а потом я на нее ответил. Она никогда не смотрит вперед. То есть конечно можно написать галахическую книгу придумав условия. И так и есть. И были люди, которые писали галахические книги, типа как собрать субботу в комнате несущейся по небу. Но все равно они даже выдумывали эти условия. Но все равно они из чего-то реальности строили проблему и дальше на нее отвечали. Агада, в смысле Медляша Годический, это форма выражения философии под видом истории. то есть Медляш Медляш Годический он всегда хочет сказать какую-то идею в форме как бы рассказа. Понятна эта вещь, да? Поэтому Медляш, скажем, агадический нельзя никогда понимать буквально. Если про евреев написано, если написано в Таре, допустим, сыны Израиля в Египте умножались и увеличивались и наполнилась имя «Вся земля», то Медляш говорит «Вся земля это цирки и театры». Теперь, это не значит, что в Древнем Египте были цирки и театры. И это не значит, что мудрецы Талмуда думали, что в Древнем Египте есть цирки и театры. Ничего такого они не думали. Они просто обращались к тем понятиям, которые есть у их современников. Они жили в эллинистическом мире, где, значит, место культуры это цирки и театры. И они таким образом и выражались. И вся агодическая как бы литература, она просто хочет некоторую идею передать подходящими средствами для сознания современников. Именно поэтому нельзя воспринимать буквально, нужно понять, какую идею он хочет сказать. Но это тоже, это не проактивно, это тоже реактивно. Потому что что он хочет мудрец Таре, который рассказывает о году? Он хочет своим современникам на им понятном языке донести какую-то идею. Ну, окей. Это реакция на ситуацию, она точно так же реактивная. Теперь, поэтому ни в письменной, ни в устной Таре нет слишком сильного ударения на Машеха. Он есть, конечно, и там, и там есть, но очень мало. А вот Каббала устроена совершенно иначе. Каббала отвечает не на вопрос, как нам решить проблему, и не на вопрос текста, который дошел до нас в древности, письменной Тары, которую дает основные принципы. Каббала отвечает на вопрос про смысл. То есть, Каббала отвечает на вопрос, а зачем все это надо? Какой смысл в том, что мы это делаем? Какой смысл в заповедях? Какой смысл в устройстве меоздания? Какой смысл в историческом процессе, как он идет? Поэтому Каббала, то есть, скрытая Тара, она тоже развивается, как и устная Тара, но она развивается не вслед за проблемами, которые ставит окружающий мир, а вслед за увеличением запросов на смысл. Чем больше увеличивается запрос на смысл, тем больше Каббала или скрытая Тара развивается, отвечая на этот запрос. И поэтому Каббала всегда направлена не в прошлое, а в будущее. Ведь письменная Тара по самой своей сути направлена в прошлое. Это текст, он есть, он зафиксирован, он не меняется, он в общем находится в прошлом, поэтому он неизменный. Устная Тара всегда направлена на настоящее. Какие сегодня возникли вопросы, как мы на них отвечаем? Каббала всегда направлена в будущее. Какой смысл мы хотим? Что такое смысл? Это куда мы стремимся? Зачем все это делается? Куда направлен весь процесс? И поэтому Каббала по самой своей сути это Тара будущего, а не настоящего и не прошлого. И именно из-за этого Каббала является главным источником мессианского понимания Тары. То есть Тара Машиаха это Каббала. Именно потому, что Машиах это развитие вперед, в будущее, это вектор. И всегда, даже когда мы говорим, что мессианский процесс идет, скажем, сегодня, все равно это вопрос, куда он идет, то есть куда он направлен. И поэтому Каббала, который отвечает на запрос о смысле, она всегда говорит о будущем. Именно поэтому Каббала параллельно мессианскому процессу. И поэтому Аризаль хотел увеличить как бы долю Каббалы в учении в еврейской традиции именно для того, чтобы вектор на будущее был более сильным. Вообще надо сказать, что если мы посмотрим мистиков и рационалистов еврейской традиции, то мистики всегда были гораздо больше мессионистами, чем рационалисты. То есть для рационалиста Бог высоко, Бог наверху. И в общем-то главное, чем я соединяюсь с Богом, это мое сознание для рационалиста. Я должен правильно думать. Если я правильно думаю, то я приближаюсь к Богу. Потому что главное для рационалиста это его рацион, это его сознание. Поэтому как можно, например, приближаться к Богу сознанием? Очень просто. Есть божественные тексты. Вот есть тараписная, тараписная, я их изучаю. Чем больше я их изучаю, тем больше моя голова соединяется с божественным текстом. И значит, я становлюсь ближе к Богу. То есть процесс изучения божественных текстов, это и есть процесс приближения меня к Богу, потому что главное, это чем заполнена моя голова. Неважно, по какой земле ходят мои ноги. Главное, о чем я думаю. И если я думаю о божественных вещах, то я ближе к Богу, чем если я не думаю о божественных вещах. Поэтому хочешь быть ближе к Богу, учи тару, занимай свое время, свои силы, свою голову изучением тары. И именно этот процесс тебя приближает к Богу. Потому что приближаться можно твоей головой. Чем мы отличаемся от животных, от всех? Мы отличаемся тем, что у нас есть сознание, вот мы иммонит. У нас есть свобода, выбор, у нас есть интеллект человеческий. Вот именно этим мы к Богу создан. Поэтому подобие к Богу это не наличие рук, ног, сердца или легких. А подобие к Богу это сознание. Ну вот это сознание используют для того, чтобы к Богу приближаться. И так думает рационалист, религиозный рационалист. А религиозный мистик думает иначе. Для него Бог не высоко, не над ним, а рядом с ним. Бог всюду. Для рационалиста Бог сверху, а для мистик если Бог вокруг, то он точно так же и на уровне головы, и на уровне сердца, и на уровне ног, и на уровне земли. И поэтому от того, как я реально действую, по какой земле ходят мои ноги, от этого совершенно другая связь с Богом. Поэтому для мистика жить в святой земле несравненно важнее, чем для рационалиста. Для рационалиста почти не очень важно, в какой земле ты живешь. Ну хорошо, да, есть святая земля, в смысле в ней есть заповеди, есть важность, есть важность, но не такая уж серьезная, не такая критическая, но в конце концов главное, что у тебя в голове, а не то, где ты живешь, в каком городе, в какой спиане. А для мистика именно важно непосредственное ощущение постоянной связи с Богом на всех уровнях. И поэтому де-факто мистики всегда в истории иудаизма были гораздо большими сионистами, так сказать, чем рационалисты. Виленский Гаон мистика, естественно. Виленский Гаон совершенно пример тотального мистика. Вот. Теперь. И действительно, Ивана Аризаль считал, что увеличение как бы доли кабалы в реально изучаемой еврейской традиции, она направит нас к марсианским временам. Она будет как бы это духовная вещь, поддерживающая материальный процесс диологии. И действительно, так и оказалось, что, скажем, все сионистские движения, они все построены на кабале еврейские. Например, там, скажем, Виленский Гаон, который, по сути дела, основатель религиозного сионизма, и Авкалише, потом Равкук, после него, все это сплошная кабала. Движение Гуша-Муним, которое построило еврейские поселения в Удее и Самарии, в частности, Ариэль, это тоже все на кабале основано. То есть, все сплошь, вот это все еврейские, именно мессианские вот это вот устремление религиозное, оно все сплошь построено на кабале. Виленский Гаон был настолько радикальным мистиком, что он боялся опубликовать свои концепции. Он их научил своих учеников и послал их в страну Израиля, чтобы они эти концепции продвигали, и через там 30 лет его ученики написали, чему Виленский Гаон их учил. И концепция Виленского Гаона мистическая была такая, что Маширх это не персона, а эпоха. В основном, он, в основном, Маширх Бен Юсеф это говорил, что Маширх Бен Юсеф это не человек персональный, это движение социальное, это эпоха. И тем самым не надо спрашивать, кто является Маширхом, а надо спрашивать, какой процесс является миссианским. И через 100 лет после него Рав Кук вот на базе Виленского Гаона объявил движение Герцеля, то есть неэлигиозный сионизм Маширхом Бен Юсефом нашего времени. Поэтому и Виленский Гаон, и Рав Кук все абсолютно, и движение Гуша Муним, все абсолютно стоит на Кабале. В этом смысле как бы это действительно оказалось правильно. Но возвращаясь к Аризалю. Значит, Аризаль, как я сказал, хотел распространить вот эти свои новые, новый подход по всему народу. А какой самый сильный способ распространения? Если есть идея, и мы хотим эту идею распространить, то что нужно делать? какой самый сильный способ распространения идеи? Да, очень отлично, хорошо, прекрасно. Какой самый сильный способ утвердить идею? Вы, конечно, все понимаете, что? Захватить умы людей. Но как захватить умы людей? Это же распространить идею, это и есть захватить умы людей. И как же это сделать? Что нужно делать, если ты хочешь распространить идею? Книги печатать. Это конечно, в эпоху Аризаль уже было книгопечатание, но Аризаль даже не писал книг, за ним писал его ученик Хайм Витель. Это не самый сильный способ. Самый сильный, самый мощный, самый как бы значительный способ распространить идею, это создать праздник. Создать праздник. Праздник. Создание праздника это самый мощнейший способ распространения идей. Создать праздник. Если вы хотите распространить какую-то идею, вы должны создать праздник. И это знают абсолютно все и всегда. И есть даже такая известная фраза, что в каждой религии набор ее праздников – это и есть ее самый краткий катехизис. Хочешь понять, что называется в данной религии, берешь один за другим ее праздники и смотришь, какую идею этот праздник проводит в жизни. Потому что праздники празднуют все. И умные, и глупые, и читатели книг, и не читатели книг – все абсолютно празднуют праздник. И когда… Да нет, любой праздник. И когда, еще раз, создать праздник, создать, сейчас скажешь, создать. Вы хотите какую-то идею провести в общество, вы создаете праздник, посвященный этой идее. И когда вы создаете праздник, посвященный этой идее, то праздник распространяется сам. Он сам идет. Это вещь, которую людям наиболее удобно брать. Потому что праздник, он действует на всех уровнях. Он и для интеллектуалов, как я уже сказал, и для простых людей, и для мужчин, для женщин, для детей, для кого угодно. В празднике участвуют все. И когда люди празднуют какой-то праздник, который посвящен определенной идее, то эта идея распространяется к ним в умы. Вот, 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 совершенно верно. Совершенно верный пример. Коммунисты хотят внедрить свою идею. Что они делают? Они делают праздник 1 мая. Но не то, что они плохие. Все так делают. Сианисты точно так же делают праздник, День независимости. И, благодаря празднику Дню независимости, который все празднуют, всем не важно, что они жарят мангаль, они пьют, они гуляют в парке, совершенно не важно. Это сидит в голове. Люди, которые празднуют День независимости Израиля, соответственно, идея сианизма у них сидит в голове. Теперь, и поэтому праздник – это самый мощнейший способ распространить идею, которую ты хочешь распространить. Ты должен создать праздник, который будет по самой своей сути посвящен этой идее. И тогда эта идея будет распространяться. Понимаете, да? Это не книжки, не лекции читать. Все совсем-совсем иначе. Не в Фейсбук писать. Понимаете, самая мощная вещь – это создание праздника. Теперь, и дальше удача каждой идеи зависит от того, насколько широко пойдет ее праздник. Потому что распространение праздника – это и есть распространение идеи. Теперь, и это, я сказал, знают совершенно все, и все всегда этим пользуются. Ну, например, скажем, в Израиле есть праздник – День независимости. Его более-менее празднуют все. Почему его празднуют все? Потому что идея, которая содержится в этом празднике, она близка, ну, там, 90% там, сколько там, еврейского населения Израиля. Поэтому все прекрасно его празднуют. Он в полном консенсусе. А вот праздник День Иерусалима обладает совсем другой коннотацией. Это праздник победы в шестидневной войне, завоевания Иудеи и Самарии. Поэтому левые, например, остаются этот праздник исключить. И не делать его праздником, и не замечать его. Чем потому что если мы празднуем День Иерусалима, то мы спрашиваем, чему же он посвящен. И тогда непременно в нашей голове это освобождение Иерусалима в шестидневную войну. И тогда в нашей голове шестидневная война обретает определенные там коннотации и все прочее. Не то, которое хотели бы левые, а то, которое хотели бы правые. Поэтому праздник День Иерусалима в Израиле, он не находится в таком консенсусе. Он официальный. Его государство утвердило. Тем не менее, он не в таком консенсусе, как День независимости. А его, значит, правые празднуют, а левые не очень. Например, да? И так далее. То есть, если ты хочешь распространить идею, надо создать праздник. Создать, понимаете, да? Не взять, а создать. И Аризаль создал два праздника. Теперь, один праздник – это Лагбаомер. Лагбаомер – это день, когда в памяти Шимона Барьюхая… Причем, понимаете, праздник нельзя создать на пустом месте. Не надо сказать, что мы сегодня начинаем вот этот сегодняшний день праздновать, как то, все и пятый десятый. Это не пойдет. Людям нужна чему-то привязка. Она должна быть по какой-то причине. Он не может просто взяться с ничего. Он должен быть как-то обоснован. Он должен быть вписан в историю, в события, во что-то. И Лагбаомер у нас есть в Талмуде малюсенькая вещь совершенно, что ученики Абиакиевы умирали от Песоха до Шивота, а в Лагбаомер они не умирали. Как бы такой вот перерыв в этой эпидемии. И еще про то, что Шимон Барьюхай, значит, вот он, да, умер Лагбаомер. А поскольку Шимон Барьюхай, он, согласно традиции, автор книги Зоор, а Зоор – это и есть основа кабалы, то, соответственно, Аризаль взял Лагбаомер и превратил его в праздник. То есть, дата была до Аризаля. Но не было праздника такого. Есть полно разных дат, которые никто не замечает, и никто не знает, и никто не отмечает. Но он взял этот праздник и сделал его по-настоящему большим праздником, установив церемонии этого праздника. Церемонии – это самая важнейшая штука для праздника. Если сказать, у нас сегодня праздник, и что мы делаем, то нужно обязательно как бы знать, что мы делаем в этот праздник. Если в этот праздник есть нужные церемонии, тогда все отлично. К этим церемониям каждый в той или иной степени один очень любит церемонии, а другой не выносит церемонии. Но это неважно, потому что эти церемонии, они сформируют этот праздник. Поэтому для праздника церемония – это просто жизненно необходимая вещь. Без церемоний он не праздник. Понимаете, да? Понятно. Да, Тивей. И Аризаль придумал соответствующую церемонию, а именно зажигание костов. То есть в этот день Вагба омер. Он установил, что на горе Мирон, они жили в Цфате, гора Мирон вот прямо она рядом, и там могила Шимона Бар-Йохая. Мы приходим на это место, и там сжигаем костры, костры в память о Шимоне Бар-Йохае и Кабале, который он и оскрыл. Потому что так же, как в дереве внутри сидит огонь, хотя мы его не видим, так и в Таре сидит Кабала. И в мире, который мы видим, внутри него скрывается вот это пламя мистическое. И дальше сколько угодно можно объяснять. Но эта церемония, она стала настолько популярной, настолько всеобщей, что если вы спросите сегодня в Израиле, какое самое массовое народное действие, то это приезд на гору Мирон в Лагба омер. Нет более массового действия. Никакое другое действие в Израиле не сравнится по массовости. Там сколько там? 300 тысяч приезжает, по-моему, или сколько-то там? То есть какое-то абсолютно фантастическое число народу приезжает в этот Лагба омер на гору Мирон. Я в жизни никогда не ездил в Лагба омер на Мирон, потому что просто там невозможно проехать. Но, тем не менее, есть люди, которым это все равно интересно. И там, конечно, машины ставят там за 5 километров и возят их на автобусах. И там толпа. Но некоторым людям это нравится. Они в восторге. Значит, все эти зажигают косты, поют, пляшут, и все хорошо. Вот. И это, то есть это стало абсолютно всеобщей вещью. И этот праздник вводит в наши головы кабалу. Этот праздник посвящен кабале. Шимон Бар-Йохай, книга Зор, все. Вот он эту связь построил. И все, этот праздник стал всеобщим, все его приняли, все общины приняли. И, значит, кабала вошла как некий совершенно абсолютно там Зор. Если там по поводу Зора вначале были какие-то споры, то все, уже теперь никаких споров быть не может. Влагбаумер, мы же празднуем, Шимон Бар-Йохай написал Зор. Я сейчас не знаю, что написал ли он его на самом деле. Является ли это, так сказать, научным. И считал ли сам Резаль, что Шимон Бар-Йохай написал Зор. То ли его нашли, то ли он написал Машеда Леон. Это все не важно. У нас есть праздник Шимон Бар-Йохай в Лагбаумер, и вот он Зор, и все отлично. Понятно. Вот. Надо сказать еще, что, кстати, еще надо упомянуть, что Резаль не только эти два праздника сделал, Лагбаумер и Тубешват. Он еще и придумал церемонию встречи субботы. То есть вся церемония встречи субботы, которая у нас есть сегодня, это все Резаль. То есть он ввел такой обычай, который стал тоже абсолютно все, буду распространен. Значит, два праздника и встреча субботы. Вот это три главных обыча, которые он ввел в еврейском народе. Вот. Теперь. А они выходили встречать субботу, как бы вот из цфата. Вот. Так вот, а второй праздник, который он ввел, это Тубешват. Что такое Тубешват? Значит, мы знаем, что Тубешват – это Новый год деревьев. Теперь, что такое Новый год деревьев? На самом деле, это вовсе никакой не Новый год деревьев, а Новый год урожая с деревьев, потому что есть такая заповедь отделять треумот и массы рот, то есть возношение и десятины. И эти треумот и массы рот нужно отделять от каждого года отдельно. И нужна какая-то дата. Вот до этого года, до этой даты это урожая одного года, а после этой даты урожая другого года. И эта дата есть в Мишне, и там есть спор. Одни считают, что это первое шват, а другие считают, что это пятнадцатого швата. Ну и поэтому дата есть, но она не была праздником. Арезаль взял эту дату и установил Новый год деревьев. И установил совершенно церемонию, которую делают в Тубешват. А именно седр Тубешват, вот подобный, там мог есть седр Песах, а там не четыре там бокала вина, а тут тоже четыре бокала вина у нее есть, там фрукты Тубешват, там разные объяснения, разные фрукты каббалистически соотносятся. Опять, здесь я думаю, вот здесь есть брошюрка про Тубешват. Я думаю, что здесь все более-менее написано. Вот здесь, в общем, все такие технические детали есть. Вот. И почему же ему нужен был этот праздник? Потому что это стал праздник страны Израиля. То есть ему нужно было вернуть иудаизм к стране. А исходно, что же иудаизм не привязан к стране? Конечно, привязан. Что исходно привязывает иудаизм к стране? Это три праздника паломничества. Песах, Шивот и Суккот. Потому что Песах – это исход из Египта, а также урожай и чменя. Суккот – это шивот, это дрова не тары, а также урожай пшеницы. Суккот – это жилин в шатрах в пустыне, а также урожай фруктов. То есть каждый из этих трех праздников, Шалоша и Галим, Песах, Шивот и Суккот, имеет два как бы источника, два корня. Одно историческое значение, другое – сельскохозяйственное значение. И они соединяют историческое и сельскохозяйственное, и тем самым они привязывают ход истории к нашему текущему сегодня жизни. То, что у земледельца, что у него главное? Что главные праздники земледельца? Главные праздники земледельца всегда – это урожай. Другого у них быть не может. Поэтому, когда есть урожай – ячменя, пшеницы, фруктов, ну, тогда земледелец празднует. Он получил, значит, награду за свою работу. И важно не просто это, чтобы было материальное праздно, что оно было подклеено к истории. И поэтому есть и урожай ячменя, и исход из Египта, и урожай пшеницы, и дарование тары. И поэтому исторический аспект подключается к сельскохозяйственному, и так устроены праздники Шалоша и Галима. То есть, страна Израиля очень мощно представлена в праздниках. Проблема только в том, что за время изгнания, за время Галута, сельскохозяйственный аспект полностью ушел. Потому что в Галуте нет этого сельскохозяйственного аспекта. Поэтому у всех Шалоша и Галим осталось только исторический смысл, но не сельскохозяйственный. Если спросить простого человека, чему посвящен праздник Песах, то все скажут, что он посвящен выходу из Египта. И никто не скажет, что он посвящен урожаю ячменя. Ишевод посвящен дарованию тары, а вовсе не урожаю пшеницы. Потому что никакой мы там пшеницы или там ячменя не собирали в диаспоре в это время. А нужно это все... И поэтому связь со Стеаной ушла из праздников, из Шалоша и Галим. И нужно было связь со Стеаной оживить на каком-то новом празднике, который будет посвящен только и исключительно Стеане. И это он был Тубешват. То есть Аризаль сделал два праздника, чтобы, во-первых, праздновать Стеану Израиля. И связь со Стеаной Израиля в обновленном виде, то, что ушло из Шалоша и Галима, перестало так ощущаться, из трех праздников паломничества. И, во-вторых, сделал праздник Кабалы, поскольку Кабала – это и есть тара мессианского процесса. Вот, собственно, вся ситуация с праздником Тубешват, с Аризалем, с Кабалой. И на этом я вам все рассказал.